Всем привет, ребята, меня зовут Кристина, сегодня я также для вас снимаю влог, я только что недавно встала, время уже 6.51, и через 20 минут я уже должна выходить, так что давайте начнем. Здесь, смотрите, никого нету, кроме нас, я даже не знаю почему, вроде время сколько-то, уже почти все, но так же никого. Сейчас вот ходит миллион народу, и они все на меня смотрят, потому что я начинаю снимать. А, еще Вика пришла, теперь нас четверо, и время так же мало, и мы будем опять учиться в одном классе, в 304, и я хочу, чтобы, смотрите, никто больше не пришел, тогда нас точно закроет карантин, потому что если мы уже в одном классе учимся сейчас, то это приблизительно карантин. И, кстати, я хочу вам сказать, что уже у младшей класса тоже закрылись на карантин, и моя сестра Ксения, она сейчас спит дома. Класс? Серьезно? Да, она сейчас дома. Ну, смотрите, я такая стою, бужу Ксению, она такая, Кристи, не буди меня, у меня карантин завтра, ой, сегодня. Я такая, что, почему у нас нет? Интересно. Ну, значит, у младших классов уже намного меньше людей, чем у нас. Вот они хотят, чтобы вы заблали. Сидим в кабинете истории и ждем русского языка. Классно, я села вместе с Соней, так как нету Артема сегодня, ну и вообще мне не очень хочется сидеть одной, потому что я сижу вместе с Соней. Сзади там Лиза, Лиза, и, кстати, пришел Арсений. Арсений, привет! Ты опоздал на урок на одну минуту. Литературу приготовили, приходят, учитель по-английски, говорит, что у нас будет английский, у нас, походу, сегодня будет два английского классных. Ну, мне английский больше нравится, чем литература. И мы просто сейчас сидим, разговариваем, учаем. Она смотрит мою жизнь, ничего, просто сидит. И Алена пришла к нам. Мы теперь втроем сидим, классно. У нас весело, у нас всегда весело со всеми. Лиза одна, Лиза, ты где? Лиза одна. У нас прошло где-то 4 урока, и сейчас мы, на чрезвычай, я уже переоделась в форму, и мы ждем в своей раздевалке в Женске. Мы ждем урока, когда, мы ждем урока. Там, кстати, за стенкой наша, ну, мальчик, это мальчик, что-то уже ждевал там. И мы сейчас, когда уже звонок прозвенит, мы пойдем почти вместе. Да. Урок физрит. Наконец, у нас будет в зале, потому что мы все рады. Я думала, что у нас сегодня будет в том числе, но мне больше нравится в зале. А вам? Тоже. В зале лучше намного. Особенно, когда мы играем в пионер. Ну, кстати, если мы сейчас будем кричать, тогда мы будем, у нас тогда будет опухоль. Поэтому мы тихо себя ведем, разговариваем шпатам. Ребят, у нас прошла физра, сейчас у нас английский, мы сидим и наши тексты. Мы сейчас их учим, точнее, миллион раз проговариваем, и потом мы будем давать на оценку с Аленой Местью. У нас один текст, он называется... Здравствуйте. Он называется The Viking. Ну, выходные. И мы сейчас на английском в спортивной форме, нам разрешают. Это один учитель в английском, который нам разрешает быть в спортивной форме. Это нам тоже... Ну, я говорю по-английски, который разрешает. АНИ 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 ЗВИКНИК Let's have a picnic, let's eat our, that's what the weekend is all about, let's go skip, what a great idea, I'm so glad, that the weekend is here, the weekend is here, so come on everyone. Spend the weekend with me, it's going to be fun, I love Saturday and Sunday too, the weekend is great, there is so much to do, let's have a party, and invite all our friends, I am so happy, I love weekends. We read English, we read, we are now on biology, we have a class, we have a great time, we have a kind of a contest, there is a lot of plants, there is a lot of plants, there is also a lot of plants, there is also a lot of plants, and who is the best, the will win, and we will talk about this class. Ура! 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 Че стой? А че? Ура! Завтра гарантин, я просто с вами говорю и они начинают орать. Алена, тише! Завтра гарантин, просто классно! Это класс биологии, смотрите как красиво здесь, растения они. Кстати, сейчас у нас будут проводить классный час Алена и Сурен, они у нас типа помощники, Старостей у нас нет, потому что у нас все ссорятся, если кто хочет быть старостей. Еще раз, завтра сегодня у нас начинается карантин. Олеся Андреевна сказала, чтобы вы не ходили в больницу, так как там сейчас больше вступление людей, больных детей. И вы можете еще больше заразиться, поэтому вызывайте врача на дом. Потому что болеть никому, мне кажется, не хочется. У меня мама про это уже говорила, что это было. Завтрашнего дня будет карантин до следующей пятницы? Да. Смотрите. Восточный. Завтрашний день будет карантин. Токи по отличиям. Возьмите на номер шаверму на заказ. В школу никто не идет. Если себя кто-то плохо чувствует, вызывайте домой врача. В больницу не идем, там огромное скопление народа. Я быстренько зашла домой, взяла вещички и пошла на фортепиано. Сейчас я как раз, ну, иду на фортепиано уже. И тут я, когда захожу домой, вспоминаю, что завтра карантин. Я такая, ура. Ну что, в последний день отучусь и все. Ну, вообще, мне нужно будет ходить тогда на фортепиано также, потому что в музыканно-школе у нас нет карантина. И на танцы. Ну, будет классно, потому что мне нужно будет рано вставать. Там где-нибудь можно будет до обеда поспать. И потом уже идти на фортепиано или на танцы. Ну, а также я еще хочу в выходные, ну, мы съездим с мамой, с папой, с семьей, с бабушкой, с дедушкой, потому что мы к ним уже давно в деревню не ездили. Поэтому, прям вот очень классно то, что сделали завтра карантин. Ребята, я все уже пришла. Короче, мне сейчас нужно было скорее прийти уже и заходить, потому что я на две минуты уже по залпу. Поэтому, ребята, увидимся с вами через секунды три. Но у меня будет урок идти сорвать минуты. Я уже закончила, все хорошо прошло, и сейчас я уже иду домой. Идем мы уже на танцы. Кстати, мы уже немного опаздываем, поэтому мы сейчас немного бежали. Какого-то. Из-за меня, я не успела. Знаете, поэтому сейчас мы быстрее придем, будем переодеваться и идти на танцы. Там уже нервно все бегают, и мы таки подходим к школе. Классно. Находим в школу. Все, у нас в Москве ну, тренировки прошли. Сейчас в вторую половину будем танцевать. Смотрите, мы просто какие-то стекли. Мы сейчас крутили. Да, мы крутили. Мы можем повязать, мы просто вращение, крутили, там, ноги одной. Так вот мы поставляем кирпичик и крутим. Очень тяжелая тренировка. Мне больше всего не нравится крутить, потому что это уже тяжело. Сейчас будет вторая часть тренировки. Мы там уже будем кататься, но намного будет лучше. Все, ребята, наконец-то у нас. Стойте, мне надо будет танцевать. И мы, кстати, в последние 10 минут просто разговаривали. Мы там, кстати, сегодня просто очень классные были танцы. Мы вообще не устали, и там, как Лиза одевается. Мы сейчас тоже будем кататься. И идти домой медленно, так как мне нужно будет делать ироки, так как у нас завтра карантин. Да, Лиза? Кристина, не на тебе сказать и не вырезай эту. Чукубрик, чтобы я заболела. Хорошо. Все, мы одеваемся. Роман, мне чукубрик. Чукубрик. Ребята, я уже пришла домой после танцев. И сейчас мы с папой, с Юлей, с Ксенией. А, тут еще Клайк. Мы сейчас откапываем машину просто потому, что в последнее время шел очень сильный снег. Его было очень много. И просто сейчас все сугробы колено. И мы не можем выйти даже из сугробов. Поэтому мы сейчас раскапываем машину. Очень классное занятие. и вечером. Ну, у нас завтра не будет школы, поэтому мы гуляем. связано. Юль, посмотри! Все, ребята, мы уже все почистили. И прошло где-то минут 20. Смотрите, сколько мы много всего почистили. Да. Мы это смогли. Я вообще думала, что это будет намного тяжелее, и мы намного дольше будем чистить. Где-то час. На самом деле прошло где-то примерно 20 минут. Классно. Уже 21.41. Хотя у нас и завтра не будет школы. Завтра у нас карантин, но все равно так же хочется спать. Поэтому, ребята, кстати, смотрите на мне новый комбинезончик. Просто сегодня стала разбирать мои старые вещи. И нашла вот такой классный комбинезончик. Я вообще сначала думала, что он как бы мне не пойдет. Я обычно так всегда говорю. Если я их даже еще не пробовала одевать, мерить, то я сразу говорю, что они мне не поймут. На самом деле я сегодня померила, и мне он очень понравился. Ну и, ребята, увидимся с вами в следующем видео. До скорых встреч. До сней, до завтра. Так как я для вас снимаю каждый день в блоге. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok